так запись и спасибо что подключили так ну давайте давайте этот давайте тогда создать создадим здесь концы называть продукт здесь табличка продукт и и то есть это у нас будут собираться таблички информации по нашим продуктам и так категории товаров создадим который в который будет держаться информация о названии категории довольно товар так давайте пропишем так но у нас будет здесь давайте форме то есть одна из одна из колонок нашей таблички продукт с продуктами будет ссылаться на табличку с именованием то есть вот этого группы этого до этих товаров давайте все это реализуем с вами соответственно так это все ну соответственно все делом через форумки давайте отметим что это у нас законные функции начнем с вами с агрегатных функций и затем то есть для лучшего понимания то есть мы соответственно с вами тоже рассматривали что такое агрегатные функции те же верит что там нахождение среднего значения там по колонке от этого будем плясать то есть начнем соответственно создание таблиц далее будут у нас те агрегатные функции и далее перейдем как раз таки как он на функциях так так называемый window function есть по-английски может быть в англоязычной литературе то есть такое название тоже есть так скрипит тейбл давайте создадим так ну сначала создадим категории этих товаров так продукт продукт drops давайте группа товаров у нас будет называться так одна из таблиц вот здесь создадим давайте два таких поля ну соответственно две колонки если речь на у нас в данном случае о таблицах поэтому колонки для идентификации создадим группа идей то есть это идишник нашего нашей группы давайте упрощенным вариантом воспользуемся мы соответственно с вами устанавливали дефолт из-за идентисти то есть это джиннеприт из-за идентисти ну и соответственно то есть генерация вот этих последующих значений с помощью такого сочетания то есть ключевых слов ну давайте простим чтобы сконцентрироваться на на основном на основной механики соответственно работы таблиц давайте просто назовем здесь правим реки ограничению будет как далее это будет у нас одежник так нашего названия на группы наш товар так и давайте название группы group name но это будет у нас варчар обычный так варчар с ограничением давайте давайте в 40 символов пускай у нас будет так и здесь будет constraint not null так давайте создадим таблицу так и таблица с продуктами так кредит продукт так кредит тейбл продукт здесь тоже у нас соответственно будет аришник давайте назовем продукт одеих так вот таки так это будет у нас сериал проники также как в предыдущем случае звание у этого продукта ну и варчар чак к 40 символов потребуется наткнул далее давайте у нас цена будет в виде цена этого товара это пускай у нас будет стичный дробь децимал то есть ну с копейками и рублей копейки соответственно так давайте цену укажем выпускать там 9 символов то есть то запятой и два символа после запятой но чтобы для обозначения копейка краски так децимал и давайте здесь укажем паски наши группа идеи а где так как товаров которые относятся на 100 длинный товар соответственно мы здесь будем так как мы здесь на уровне таблиц все реализуем ну допустим джаве мы могли бы сам сослаться на какой-то объект то есть заинжекте объект например то есть у нас был класс там продукты и был класс групп продукт ну либо добавить тайну какой-нибудь в данном случае мы это реализуем через через искал ну то есть такое соотношение вот в принципе тоже вы можете это все прорабатывать то есть каким образом у вас могут матоваться ваши таблицы и то есть то что у нас написано и в кел и ваша джава код то есть это я вам как дал разработчику это вот такой наук в себе в той или иной степени все равно нужно развивать хотя бы конечно то есть не администратор баз данных фактически то есть на выходе будете но в любом случае это будет полезно потому что это такой общий айтишный навык знания из киев так соответственно мы здесь создаем форумки ну то есть это будет форумки наша группа 1 и он будет ссылаться на айтишник наши таблицы групп так продукт групп такая там айди группа дим так мы все этого ну то есть понятно что так как у нас таблица продукт ссылается на продукт групп то есть мы сначала должны создать продукт групп и то есть и его вы потом ссылаться с помощью референсис уже с помощью вот этого ну то есть вот этот наш форумки он ссылается на прайм реки ты таблица который зависит поэтому здесь определили такой в принципе безбоязненно можно таблицу оба этих скрипта запустить квэри так 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 а вот так 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 вот так это стюдно и так у нас есть и продукт так все отлично ведь создались давайте заполним какими-то товарами это будет у нас вставим несколько этих групп товаров куда так ну давайте это будет у нас давайте будет телефон у нас товаров то есть телефон затем давайте добавим то есть это будет у нас значение так нашу таблицу как продукт групп достаточно будет имени так как у нас там объявится соответственно этот ну то есть в общем next в next вал то есть с помощью этой функции у нас будет добавлен новое значение то есть это айтишника для этой группы товаров так давайте пропишем что добавим телефон так будет планшет планшет у нас будет так ноутбук и планшет так давайте добавим будет давайте компьютер компьютер и и и и и и то есть и и и и и так и добавим нашу таблицу и войдем давайте добавим прайс пока не будем добавлять уберем так продукт и добавляем давайте да так это будет у нас прайс войдем с с значением пусть так и давайте какие-нибудь добавим так первый телефон давайте какие-то значения добавим так название пускай фон ван ван называется так это будет у нас он относится к первой группе товаров окно и цена у него будет 20 тысяч пускай тысяч затем так следующий у нас давайте тоже добавим четыре телефона так давайте четыре компьютера и три планшета пускай добавим юрия можно вопросе давайте вы лишь ждет какую же последовательность то есть да 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 спасибо что это ну не ошибка вернее а ну да у нас такого значения нет то есть таблица все правильно спасибо так все правильно давайте мы добавляем цену так это тоже у нас все относится к первой группе спасибо за комментарий кстати так это тоже у нас к первой группе будет относиться этот товар здесь тоже добавим эту группу здесь пускай на 40 тысяч этот телефон и 15 так ну и то же самое давайте сделаем с с нашим компьютером давайте добавим четыре значения компьютера так назовем славата pc1 это будет относиться соответственно к это будет соответственно к второй группе товаров относиться к компьютеру и тут так и и pc и сам давайте с это по первым назначим вам группу да и т в это т 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 и давайте здесь тоже назначим цену т 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 так ну и давайте здесь посмотрим то есть он у нас вяжем в памяти что это что такое у нас агрегатные функции и постепенно перейдем от них уже к оконным функциям так ну мы помним что есть у нас такая функция крикатная функция как и бридж то есть по нахождению среднем средней цены наших товаров то есть мы соответственно можем прописать следующим образом и указываем то есть откуда мы будем часть значения цены то есть что у нас для таблицы продукт таблицы продукт таблицы продукт таблицы продукт и на тален колонку то есть для отображения сна этого значение то есть ну в данном случае то есть так как мы тут указывали точность вычислений то то есть то есть то есть то есть то есть то есть средняя цена наших товаров то есть она отобразилась в данном случае вот в свою очередь если мы например хотим каким-то образом сгруппировать наше значение средней цены довольного товара по группам товаров то есть мы знаем что у нас есть три группы товаров мы можем применить в данном случае например хотим вывести цену то есть среднюю цену по группе товаров и название этой группы ну понятно что в этом случае нам нужно джониться с таблицей product groups вот и помимо этого нужно сгруппировать эти результаты с помощью оператора group by давайте все это сделаем ну помимо того что мы среднюю цену этой группы товаров будем выводить мы еще выведем название этих товаров то есть ну чтобы была более более информативная результирующая таблица ну понятно что группу группным то есть в нашей таблице products у нас нет поэтому естественно мы должны здесь сделать join то есть join inner join если конкретно говорить нам нужно соответствующее значение из таблицы product drops то есть получить давайте это все сделаем так ну соответственно можно писать можно писать inner join и указать то есть с какой как таблицы мы в данном случае будем join давайте здесь укажем что это будет в данном случае products groups и здесь можно указать ну либо написать он то есть указать по какому полю они будут соотноситься между собой эти таблицы ну либо например указать ключевой slow using и указать то есть то значение по которым мы будем соотносить эти значения то есть и получать вот этот inner join в данном случае будет группа id product groups так и так чтобы что получить нам сгруппированные наши значения мы применяем оператора группы и указываем что группировать мы будем по имени по названию этой группы и указываем что здесь в данном случае будет крупный ну все теперь у нас подчеркиваем нет так ну и давайте посмотрим то есть у нас три группы товаров смотрим то есть как раз таки у нас здесь это получилось так как мы и хотели то есть в первой группе то есть у нас посчиталась средняя цена average то есть мы ее назвали как бы вот здесь допустим или то есть average price average group price то есть мы могли допустим сюда добавить group price для такого формативного то есть отображения и соответственно у нас мы понимаем что допустим по группе pc средняя цена у нас представляет собой 27 500 по телефону 26 и планшетам то есть соответствующие средняя цена вот то есть фактически то есть average то есть она 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 с помощью вот этой группировки то есть соответственно у нас то есть average грубо говоря она схлопывает вот эти все результаты единый результат то есть как раз таки занимается вот такой процедурой агрегации то есть объединяет несколько несколько этих записей и мы получаем допустим среднее значение по этим колонкам ну так же допустим и каунт когда то есть в случае вызова функции каунт агрегирующие у нас происходит подсчет строк то есть отвечающие тому или иному вот в свою очередь так же как агрегатная функция у нас наша акронная функция тоже работает с набором строк вот но в свою очередь она у нас не схлопывает все эти строки там в одну строку а то есть возвращает их то есть возвращает их в виде определенного запроса то есть исполнения вот в свою очередь вот этот сам сам вот этот термин окно или windows то есть он представляет собой какой-то диапазон или набор строк то есть с которым работает у нас остальной оконной функции вот в свою очередь вот эта оконная функция она нам возвращает значение из строк которые указаны в этом диапазоне или в этом окне вот давайте здесь попробуем как раз таки применить вот эту оконную функцию вот она будет у нас возвращать название продукта то есть нашего продукта из таблицы продукт цену этого продукта название групп крупные соответственно и среднюю цену то есть для каждой группы продуктов давайте посмотрим то есть в данном случае мы допустим указываем не группу то есть то есть группа товар а укажем помимо этого группы то есть укажем еще и название этих товаров будет применим как раз к вот эту оконную функцию то есть давайте все это сделаем что у нас на будет название товаров и группа соответствующего названия реализуем с помощью select а письмо пишем select то есть мы будем на выходе получать товаров так вернее название товаров так далее цену этого товара но группу название группы этого этих товаров и среднюю цену так среднюю цену и в рейдж опять же будем применять цель рейдж по прайсу и вот теперь соответственно мы укажем что данном случае мы будем применять как раз как таком на функцию на вот этот диапазон а диапазон у нас будет ограничен группы товаров соответственно в этом случае мы пишем ключевое слово over укажем вот это ограничивающие условия партии шумбай шумбай и укажем соответственно здесь условия которым будет они то есть этот диапазон это окно будет на создаваться в данном случае это будет у нас группный название группа в данном случае затем первую данность получаем из таблиц продукт и далее делаем join 2 таблицы откуда нам нужно получить крупный и 2 таблицы у нас будет и укажем здесь тоже это условие using использовать соответственно то есть вот это агрегирование с помощью так ну вернее вот это вот это соотношение таблиц у нас будет группа 1 так ну и давайте здесь попробуем ну вот новый синтекс который мы видим то есть вот этот овер и партии шумбай давайте посмотрим ну и вот на выходе что мы получаем соответственно то есть помимо того что у нас группировал здесь по нашим то есть вот как раз к наш окно фактически то есть набор каких-то записей то есть по с упорядоченным то есть и с агрегированных то есть по этому слову группные тем не то есть помимо того что здесь просто могут мы могли просто по одной колонке указать помощью агрегирующей функции и в рейдж указать например соответствующее среднее значение цены для группы товаров в данном случае мы прописали каждый товар цену конкретного товара группу этого товара и среднюю цену этой группе но и для остальных тоже этих записи мы сделали аналогичную то есть процедуру каждый соответственно группе соответственно свое среднее значение вот что касалось вот этой таны а оконной функции то есть то есть вот это в данном случае эйвридж так как мы здесь указали ну то есть определенные условия вот оверпратишем бай верит шина сработать в данном случае как оконная функция то есть на занорд в этот диапазон значений вот то есть оверпратишем бай то есть он фактически то есть у нас представляет собой набор строк набор строковых результат результатов то есть который у нас распределяется по группам вот такие соответственно то есть этой группе который соответствует среднее значение этой цены цены вот в свою очередь оконная функция еще только что для себя нужно отметить что оконная функция у нас всегда выполняет вот это результирующее значение после сжаяна то есть ну появляется пост пост исполняемый соответственно она выполняет вот эту группировку то есть уже после того как у нас выполнится джоин наложение условия в рубиева и хейвинг и потерпует до последнего долларов и затем у нас вот когда он у нас полный цвет адрес на результат получится мы соответственно делаем вот эту группировку и вот этих вот этого окна соответственно изучающую таблицу так, ну и давайте здесь с вами читали? то есть ну, соответственно, мы также можем допустим, создать ну, не зря она называется window function или конной функции, то есть мы можем создать свою какую-то собственную функцию, то есть не исполняя, допустим, ну, не вызывая вот эти стандартные функции, мы можем создать свою какую-то конную функцию и указать там, допустим, также ключевое слово hour и partition by и положить какие-то дополнительные условия то есть вот этот пункт partition by то есть вот этот оператор partition by ну, еще пару слов, то есть он у нас, соответственно, делит строки на несколько групп или, ну, то есть каких-то, ну, смысловых, то есть по какому-то условию, которым применяется вот эта законная функция, как я уже сказал, то есть и в данном случае это у нас группные условия, вот, ну, в свою очередь, partition by, то есть у нас является опционным, то есть, ну, мы можем, соответственно, и не использовать. этот оператор, вот, ну, ну, в данном случае он был использован, вот, ну, то есть, соответственно, мы, если мы в этом результирующем, в нашем наборе рассматриваем только одну какую-то группу, то мы, соответственно, вот эту partition by можем опустить. в свою очередь, в свою очередь, давайте что-то такое рассмотрим, естественно, так, ну, здесь вводится такое понятие, как rank, то есть есть несколько, соответственно, несколько оконных функций, которые применяются в том или ином че, то есть и в тех или иных условиях, то есть есть такие функции, то есть кем-дист, то есть он возвращает у нас ранг текущей строки, ну, то есть ранжирование делает, есть dense ранг, то есть он у нас ранжирует, то есть вот эту строку, то есть в ее подгруппе, то есть не учитывая пробелы. Далее есть у нас first value, то есть также оконная функция, то есть она возвращает значение, которое у нас, ну, то есть которое оценивается по первой строке в нашем вот этом, в нашей группе вот этой, которая группируется partition by, то есть условия partition by. также есть last value, далее percent rank, то есть это он возвращает нам процентное соотношение или там относительно вот этот ранг текущей строки, вот, ну и помимо этого есть row number, он у нас нумерует текущую строку, начиная с единицы. Ну и давайте это все на конкретных примерах рассмотрим. Так, давайте здесь рассмотрим здесь функцию row number, rank и dense rank. Так, они, соответственно, эти функции, оконные функции, то есть они присваивают целое число каждой строке, то есть в зависимости от ее порядка в результирующем наборе, грубо говоря, упорядоченную, то есть и, ну, проставление, ну, что-то подобное индексу, то есть, ну, в таком табличном виде. Так, в целом очереди вот этот row number, он присваивает порядка номер каждой строке в каждом разделе. Вот, ну, давайте попробуем все применить. Так, ну, соответственно, в данном случае мы использовали в качестве агрегирующих функций average, вернее, в качестве этой оконной функции average, то есть по дополнительному условию, но, в принципе, нам ничего не мешает использовать непосредственно эти оконные функции, применяя к нашей таблице. Ну, здесь давайте тоже выведем значение того или иного товара, с той или иной ценой, с указанием названия этой группы, к которой этот товар относится у нас, и в данном случае применим row number, ну, row это строка, number, соответственно, это номер строки, то есть это функция, ну, в принципе, здесь функции многие говорящие за себя, то есть мы в данном случае укажем, так, row number, то есть здесь укажем, что в данном случае применим эту функцию, и она у нас пронумерует эти строки в нашей результирующей таблице. Далее укажем over и укажем это условие, row by, такая, partage by по группной им, и далее давайте отсортируем по цене, то есть как раз таки она по этому условию, order by, у нас будет нумерация этих строк, то есть как раз таки row number, функция у нас пронумерует, ссылаясь на условие, что сортировка у нас будет произведена по цене этого товара, укажем, что это будет, так, order by price, так, это мы, так, order by price, так, это нам пока не нужно, так, соответственно, мы здесь, так, group name, price, group name, так, product name, так далее, number, так, получим также значение из нашего products, и joinin' с нашим products, product groups, и также по ID-шнику, по нашему ключу, нашему ID, так, ну и давайте посмотрим, что у нас. Мы помним, что было в предыдущем случае, но в данном случае, вот, обратите внимание, то есть по каждой группе товаров, с помощью функции row number, тоже, у нас осталась колонка тоже с названием row number, у нас произошла, произошла, соответственно, упорядочение, то есть по цене того товара, который у нас был указан, то есть мы здесь указали order by, то условие, который у нас есть, они отсортировались как order by, но мы знаем, что у нас оконная функция, она уже, ну, исполняется после того, как у нас было уже сформировано вот эти, вот эти окна, то есть по определенному условию, то есть в данном случае это там было группней, то есть у нас отсортировалось по группнейму, то есть у нас, соответственно, три группы товаров, здесь определенный товар с определенным именем, и далее order by, после order by, то есть у нас отсортировалось в этой конкретной группе по цене этого товара, и далее, то есть наложилось вот это условие row number, и в соответствующей столбце у нас было выведено, То есть упорядочение, то есть и, грубо говоря, индексирование каждой записи в зависимости от ее цены в той или иной группе. Ну, то есть понятно, что для каждой конкретной группы это будет в свой порядок. То есть здесь тоже в группе фон, то есть у нас телефон с ценой 15 тысяч, соответственно, у нас находится... Ну, это наименьшая цена в этой группе, и поэтому индексом представляется как единица. Ну и, понятно, самый дорогой телефон в данном случае это телефон за 40 тысяч. Понятно, что у него будет порядок номера в этой группе. Самый последний, четвертый номер. Так, это что касалось row number. Ну, я думаю, тут, в принципе, ничего сложного нет. Просто, может быть, ну, то есть компоновка этого синтаксиса немножко может возникать. Ну, проблемы с этим много. В принципе, я думаю, везде просто английские слова используются. Ну, если сложно с английским, просто звучит. Ну, либо там пользуется документация подгресса. Там, в принципе, обширно все это записывается. Так, ну и помимо этого у нас есть такая функция, как rank. То есть он, соответственно, тоже упорядочивает наши... То есть, ну, тоже делает ранжирование. То есть rank в нашем разделе, то есть в нашем вот этом случае по группным. То есть у нас вот это упорядочение происходило, то есть по группным товарам. Вот, если, соответственно, строки у нас имеют одинаковое значение, то в этом случае, то есть у нас rank, он присваивает, то есть одно и то же значение. Следующие вот эти... Следующие упорядочения, следующие вот эти индексы, они пропускаются. Вот, ну, давайте здесь вот такого посмотрим. Группы. Так, ну... Здесь немножко изменим. Давайте угробним. И давайте назначим... У нас два телефона будут с одной и той же ценой. Так, давайте... Ну, давайте TruncateTable. Здесь давайте тоже укажем, что здесь у нас 15. Почистим нашу таблицу. Ну, давайте вот так укажем. Так, почистим нашу таблицу. Сделаем... Так, TruncateTable. То есть функция TruncateTable у нас удаляет записи из нашей таблицы. Так, укажем, что это... Ну, и далее перезапишем с новыми значениями. Так, TruncateTableProducts. Давайте вспомним эту клэри. Вспомним нашу клэри. Давайте я покиню туда обратную запись сети. Презиняем ее. Так. Так. Попробуем использовать в данном случае нашу функцию, оконную функцию. рэнк здесь также на выходе получаем продуктный пресс группы и здесь используем с вами оконный рэнк а помимо то есть я помню то что вы индексировать эти значения эти строки то есть если у нас будет значение то есть с одинаковыми соответственно запись с одинаковой ценой в этом случае у нас поставится один и тот же ну то есть один тоже порядку на этом у этой записи последующий будут проигнорировать следующий данный каким образом это будет выглядеть здесь оставляем то же самое делаем с вами select по этим значениям ну и давайте посмотрим что у нас вот обратите внимание у нас здесь был pc1 pc2 в группе pc то есть также у нас здесь произошло партиз шимпай то есть у нас была группировка по группные были отсортированы они у нас по цене но так как у нас два товара с одинаковой ценой здесь просто вставился вот ранг с одинаковой ценой то есть ранжирование вот это выстрелилось но так как так у нас было два товара с одинаковой ценой в этом случае а третьей записи был присвоен уже номер 3 а вот это ну то есть вторым под вторым номером то есть было скидан то есть это значение то есть соответственно pc3 у нас назначается не второй номер а третьей рамки но и в других записях происходит то же самое то есть в данном случае у нас планшет ценой 10 и 10000 соответственно здесь произошла аналогичная ситуация то есть у нас 1 1 и 3 так давайте продолжим дальше так давайте здесь посмотрим такую функцию то есть как dance rank то есть рэнк то есть то есть мы поняли каким образом сработать рэнк в свою очередь dance rank у нас присваивает также вот это ранжирование каждой строке в том разделе который мы упорядочили то есть в той группе товаров в данном случае но ранги то есть у нас вот это ранжирование у нас происходит без проблем то есть там у нас было 113 случае указания dance rank функции у нас номерации будет без пропусков нет то есть это dance rank это конструкция strength то есть здесь нумерация в данном случае будет 1 1 2 3 то есть но так как у нас два товара хотя имеет одинаково цену то есть понятно мы их они на одном на одной группе ступеньки стоят следующий товар у нас будет не с цифрой 3 то есть с инксом 3 а будет индексы немножко неудачное название рангом и с рангом 3 а с рангом 2 то есть без пропусков и скипов давайте продолжим дальше давайте рассмотрим здесь такие функции как first value и last value first value соответственно он возвращается значение которое у нас которое оценивается вот по первой строке в своем разделе а last value то есть то же самое делать но с оценкой соответственно по последней строки вот на разделе вот давайте здесь вернем давайте создадим такой select который нам будет возвращаться с помощью с помощью вот это first value функции который будет возвращать там самую низкую цену в этой для каждой группы товаров здесь есть давайте тоже здесь пуск конструкции будем использовать как она устроена здесь тоже будет у нас product name price group name так и давайте применим first value столью так и здесь также так cover partition by group name так так аксортируем по прайсу и давайте здесь укажем ну давайте здесь укажем алиэс для этого то есть эту или сумма будет так будет у нас наименьшая цена по данной группе то есть у нас будет условия по наименьшей цены в данный группе так так как прайс так так у вас прайс и групп групп есть групп в группе товаров соответственно но сам низкая цена в группе товаров здесь также джоннился то есть с нашим продукт джоннился у нас продукт groups чтобы у нас пересечение этих таблиц получить по группой эти давайте здесь посмотрим что у нас так ну да так то есть вы ледра нам нужно указать здесь условия так чувствовали price по значению но первое значение в колонке нашей price соответственно указывать такой колонки в данном случае вот нас здесь указывается то есть наименьшая цена то есть соответственно наш колонки то есть там чем нас порядочный происходит по прайсу то есть все свалил и в данном случае это будет солью диапазон то есть для каждого конкретного диапазона то есть там лучше то есть для диапазона и си то есть для этой группы товаров первым значением здесь упорядочена по прайсу у нас будет все два ну и там все один с ценой 15000 здесь вот как раз таки лоус прайсин групп как раз таки у нас отображается вы говорите что у нас отображалась средняя цена в данном случае у нас отображается наименьшая цена в этой группе ну и то же самое по дальним колонкам то есть по остальным по вернее то есть по фон тоже у нас есть отображается наименьшая цена и здесь то же самое и давайте давайте то же самое сделаем с так с вас твэлью посмотрим как у нас работала ствэлью здесь тоже давайте сделаем условия по по прайсу так класс видео есть применим это как он на функцию вас твэлью так а ворфе тишин бай так группный орбай так также по прайсу но и давайте здесь так скажем то есть давайте хайст хайст прайсингруп хайст прайсингруп хайст прайс хайст прайс нам тут надо так что дописать соответственно нам нужно показать здесь еще такой ключевое слово как range битвина обаундит приседе кэнд обаунт фоллик то есть это то есть это будет то есть вот это ограничивать значение то есть нашего прайса происходит указан так давайте тоже укажем и твин range between то есть вот этот диапазон между сединг фонд попал у нас получилось то есть в случае у вас велию указывать еще то есть сейчас куда соответственно здесь соответственно по умолчанию у нас используется здесь range between отбалендинг приседе кэнд карант то есть мы используем соответственно карантал то есть но текущий с текущей строкой слове сравниться а здесь ну с последующими строками соответственно значение сравнивается как на ну в данном случае наибольшее значение среднее значение в этом range то есть в этом упорядоченном соответственно состоянии то есть не между собой они сравниваются с самым последним соответственно то есть с фоллоуин последовательно сравнивается с наибольшим вот этим значением то есть ну и вводится максимальное значение от аранжированные по соответствии нашей группе в данном случае здесь это будет 45000 здесь будет 40000 и здесь 20000 то есть это совсем удобный но тем не менее используя функции так мы давайте рассмотрим здесь тоже оконной функции то есть black и elite соответственно то есть лэк функции лэк помогает но то есть представляет возможность доступа к данным из предыдущей строки олит то есть то же самое делать но к серии представляет доступ к данным по следующей строки так мы давайте здесь попробуем применить здесь оконной функции лэк для возврата чтобы получить на выходе цены из предыдущей строки и вычислить разницу между ценой товаров текущей строки и ценой товаров предыдущей строки давайте применим от нового пункта давайте тут тоже наш select который мы в данном случае использовали давайте его здесь тоже применим вставим так продуктный прайс есть так из группный так также давайте применим от улак получению доступа ищем записям так 1 так оворк партишн байк крупный так ордер бай прайс это значение у нас будет значение предыдущей строки то есть давайте укажем что это будет привез привез ролл и спрайс у тебя это так зайдем давайте ну то есть предыдущие цена предыдущего товара соответственно то есть в нашей вот этой закупированный системе то есть так получаем то есть это еще одна колонка соответственно наши таблицы будет лэк получим с помощью функции лэк и далее строке получим как раз ки разницу теку цены текущего товара в текущей текущей строке минус цена то есть из предыдущей строки то есть получается давайте указом то есть это соответственно прайс ну и дали то есть как он тебе лист для этого придумаем так также здесь каждому что текущей строке из колонки прайс будет так и далее также указываем power power partition buy power partition buy также это у нас будет по группной то есть по теме то есть по теме товара так и давайте назовем это так это будет разница текущего товара ну то есть цены текущего и предыдущего товара давайте это current current previous и франс и франс давайте вот так диска назвать дефранс так from products также тренинся products у нас джоинец с таблицей то есть наш таблицам фору стунице так как у нас группные это значение из таблички продуктов кровь и здесь тоже полно и пропади появляется правильный киевом то есть вот обратить внимание то есть получается ну так как у нас привез прайс то есть он вложен с единицей то есть пытается получить предыдущие значения то есть но так как этот писи 2 товару с названием все два и саш группы не предшествует никакой товар ну то есть записи перед ним никакой нет то есть в этом случае previous прайс ну там какое-то новое значение то есть и возвращать нам ну естественно ну и в свою очередь так как у нас несмотря на то что у нас мы тут дефолтовое значение как и не устанавливали то есть поэтому в этом случае то есть у нас так как здесь тоже но участвует у нас вычисление вот этой разницы у нас так то есть вычисление вот этого значения у нас здесь тоже участвует ну вот на месте legs leg price 1 в этом случае как раз мы тоже получаем далее так как цены этих товаров у нас одинаковые то есть мы получаем предыдущую цену тоже у нас 15000 но так как у них у них значение одинаковое то мы на выходе получаем что разница между этими товарами 0 рублей ну и то же самое с последующими записями ну так как здесь уже какие-то смыслные значения поэтому мы так здесь и получаем но в свою очередь здесь тоже предыдущие значения в этой в этой группе то есть товаров не было в этом range здесь тоже ну ну и здесь тоже ну так как здесь одинаковое значение 10 тысяч то здесь получаем вот таким работает у нас этот leg мы давайте тоже с либом тоже сделаем то же самое но здесь в принципе я думаю тоже будет понятно он работает аналогично только работает со значениями из последующей строки в этом диапазоне так давайте здесь это укажем так применяем здесь функцию лид так выводим все те два значения так прайс тоже влажность шаг у нас один предыдущие соответственно значение по его последующие значения цены получаем партишн бай также по группе по имени этой группы упорядочено происходит по цене так это давайте укажем что здесь у нас будет так как лид это будет у нас next price то есть это будет цена последующего товара так здесь мы соответственно только находим разность этих товаров то есть это будет у нас прайс лид прайс лид так ну так как у нас упорядочено в прямом в прямом направлении то есть будет от наименьшего к наибольшему поэтому у нас здесь на выходе но предполагаем что будет отрицательное значение так как у нас но цены последующих товаров они выше чем цены предыдущих товаров ну давайте проверим для эксперимента так ну в принципе все получилось как мы и ожидали то есть ну или если мы допустим лид сюда первым поставили и затем прайс то причине были бы похоже из а предыдущий пример так ну и они были положительные естественно то есть в данном случае у нас значение разности то есть у нас значение отрицательное так отлично давайте продолжим дальше так это мы с вами рассмотрели оконные функции давайте продолжим дальше давайте посмотрим функции дата так функции даты есть много различных дат из них рассмотрим так соответственно есть такие у нас такие функции как age тип данных которые у нас возвращает эта функция это интервал он вычисляет у нас возраст между в метками то есть и возвращается символьный результат то есть то есть в котором будут у нас отмечены то есть годы и месяцы вот этого возраста грубо говоря он подсчитывает ну то есть например возраст какого-то человека то есть и фактически указывает вот этот интервал который между двумя этими отметками времени у нас будет заключен вот помимо этого есть так вот 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 помимо этого у нас есть тоже перегруженная функция edge который должна возвращает интервал она соответственно у нас тоже числят подобно тоже функцию то есть подобное значение возвращает тоже фактически то есть интервал то есть возраст между текущей даты то есть то есть и отметка времени то есть который тоже возвращает в виде виде отображения то есть лет и месяцев то есть для этого интервал то есть соответствующим здесь в данном случае у нас отсчет идет от полуночь помимо этого есть у нас такая функция как клопка таймстэмп мы знаем что такой там стенд она возвращает таймстэмп то есть это фактически она возвращает текущую дату ну то есть метку времени или таймстэмп так называемый текущего тут метку времени которые изменяется во время выполнения того или иного оператора оператора то есть эти функции вот помимо этого здесь у нас есть подобные то есть функции подобные то есть тем что мы видели допустим в тех же тот же джави то есть в пакете где мы рассматривали методы то есть по работе с временем то есть есть такие методы как current date то есть текущая возвращает нам текущую дату значение типа date current time то есть это тоже time stamps у нас возвращает то есть текущее время помимо этого кара таймстэмпс таймстэмп вернее то есть это тоже таймстэмп нам возвращает соответственно то есть в зависимости то есть помимо этого то есть указывает часовой поиск то есть в котором наставленная транзакция то есть выполнение запросов поиск данных вот помимо этого есть такая функция когда и дэйд парт то есть там возвращается соответственно как то есть часть время то есть это при этом год месяц и день и так далее помимо этого есть у нас то есть тоже различные различные функции такие как например just five days то есть он на соответственно вас в этом случае то есть у нас только возвращает интервал то есть таким образом чтобы у нас вот эти месячные вот эти 30 дневные периоды времени они представлялись в виде месяца то есть то есть то же самое есть и just five just five hours то есть он в этом случае вот эти интервалы времени с размером 24 часа то есть он возвращается на виде дней то есть ну грубо говоря конвертирует сутки вот ну и то же самое есть и just five и интервал то есть это тоже что-то подобное то есть тоже возвращать интервал то есть с указанием различных единиц времени помимо этого есть у нас такие функции как local time он возвращает нам время начала то есть исполнение того или иного запроса то или иной транзакции соответственно ну и помимо этого есть соответственно у нас такие такие функции то есть для конвертации нашего времени то есть это например такая функция как today она возвращает нам date соответственно то есть она конвертирует стринг который мы передаем в дату соответственно то есть например указан в виде обычного стринга то есть у нас будет обособлено там например одинарными кавычками то есть и мы укажем например что сегодня там 1 ноября там 2022 и она будет преобразована во время соответственно ну и то же самое есть например только конвертационная такая функция to timestamp то есть она в свою очередь преобразуют не в date а в timestamp так ну и давайте здесь рассмотрим все функции по одной так давайте вычислим как раз кем это время так ну давайте начнем с функции edge это функции времени у нас здесь будут теория наверно сложновато воспринимать давайте это все так поэтому то есть рассмотрим так так это будет у нас функция edge select edge ну то есть мы знаем что вызываем функцию с помощью ключевого слова select храним процедуру с помощью ключевого слова call ну и давайте edge нам возвращает интервал то есть мы должны указать две точки во времени разница между которыми будет у нас вычислен так мы давайте здесь укажем интервал там не знаю это будет у нас так 1 января 90 года например так и здесь будет у нас сегодняшняя дата давайте указываем так это так нет давайте так 1 укажем да то есть у нас 1 пишется скажем сегодняшнюю дату так это будет нас 20 так 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 11 и 11 1 и здесь укажем что здесь там получено будет ну давайте ну допустим год рождения будет у нас ну и дата рождения то есть 1 января 90 года то до сегодняшней даты то есть с помощью вот такого интервала то есть select age вызываем эту функцию и вычисляем что в данном случае эту человеку на сегодняшний момент 30 года 10 месяцев и 0 дней таким будет таким образом мы соответственно учимся так ну и давайте продолжим дальше то есть как раз таки вычисляем этот треть так свою очередь например мы можем так можем вычислить следующим образом то есть это например давайте укажем опять же тут же используем дату рождения и используем опять этот age то есть давайте вычислим то есть на здесь так это будет например возьмем то есть в качестве первого аргумента ну если мы допустим хотели бы использовать в качестве первого аргумента например текущую дату как вот в данном случае мы сделали мы могли бы сделать это следующим образом то есть помимо того что мы с вами здесь использовали мы могли бы допустим вызвать так вызвать здесь вот так указанием этой отметки времени так это соответственно здесь укажем что так это соответственно здесь укажем что current date текущей дата и укажем что здесь будет применим timestamp так это будет timestamp и укажем что чем будет то есть на текущий момент то есть на текущую дату с помощью вот этой функции тоже current date то есть ну или это свойство времени то есть мы получаем что на текущую дату на 1 января на 1 ноября 2022 года человеку от рождения то есть 1 января 90-го года на сегодняшний момент 30-го года так так ну и давайте продолжим дальше так здесь так ну давайте здесь получим так речь мы посмотрели с вами давайте продолжим дальше так так рассмотрим функцию с вами так 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 давайте здесь используем функцию напишем какой-нибудь запрос интересно так давайте здесь создадим таблицу по доставке какому-нибудь группу так так здесь создадим укажем то есть какое-то свойство типа date вот и все примите вместе то есть с помощью вот этого current date по дефолту установим значение создадим таблицу которая будет нас править значение наших отправок там или наших доставок соответственно назначим ядишник то есть этой записи по конкретной доставке напишем то есть какой продукт у нас доставляется соответственно в рамках этой отправки и укажем дату отправления и по по дефолту установим там значение как current date то есть свойство будет current date то есть с текущей датой давайте все это дело так так создаем эту таблицу create table что это у нас будет create table shipping с отправкой нашего товара create table shipping так здесь будет у нас shipping id shipping id serial serial primary key так далее название наши продукты ну ну и а продукт будет у нас это будет у нас варчар соответственно так варчар 30 там стрент он наткнул то есть у нас здесь быть не могут так и укажем что это будет у нас shipping date доставки нашего товара так и как это будет у нас тип данных здесь хранится date соответственно здесь мы пропишем и по дефолту у нас здесь будет установлено значение которое мы получим еще current date вот эту функцию current date так давайте там добавим какую-нибудь давайте создадим эту табличку что какое-нибудь значение сюда какое-нибудь значение сюда как это у нас будет insert интер так это табличку shipping и давайте сюда добавим так ну у нас одна единственная то есть одежда у нас назначится автоматически и продукт давайте это будет у нас как продукт давайте это будет у нас какой-нибудь компьютер там компьютера это будет у нас our pc our pc давайте top java pc такой у нас будет доставлен так давайте заинсертим нашу табличку добавился здесь получим так у нас по дефолту было какое-то значение передано не передавали никакое значение то есть в эти были давайте сделаем select значение с помощью select select all from select делать по нашей табличке shipping shipping select здесь вот по умолчанию было назначено дата доставки этого товара в данном случае это был как topjava pc и дата была 1 ноября 2022 года удобно ничего нет то есть понятно что это надо подучить то есть то есть в принципе так давайте здесь здесь посмотрим также функцию current time каким образом она работает но помимо этого здесь есть такой дополнительный аргумент в этой функции как precision то есть точность то есть точность вычислений точность отображения наших значений то есть мы можем указать точность до определенного дали секунды то есть отображение current time то есть текущего времени ну давайте попробуем получить текущее время то есть то есть вызовем функцию select select здесь указано что это select current time используя current date давайте current time это current time current timestamp также есть функция давайте все посмотрим select так ну укажем просто молчанию здесь вот у нас указывается точностью 2 здесь время по гринвичу соответственно указывается 1647 то есть нулевого меридиана соответственно вот здесь часовой пояс в данном случае у нас параметром передается сюда здесь соответственно каких-то далее секунд соответственно у нас отображается это текущее наше время в Москве сейчас 7 ну минус 3 получается Москва потому что это плюс 3 получается так продолжим дальше но здесь можно соответственно указать precision или точность отображения то есть например сделать все что можно указать current current time также current и здесь указать точность отображения нашего времени например current time 2 здесь вот почему то есть здесь отображается вот таким образом меньшее количество то есть значений чем в предыдущем случае так так ну и давайте здесь продолжим дальше и давайте давайте используем обе эти функции создадим ту же новую табличку и используем их в этой нашей новой табличке давайте давайте это будет у нас табличка которая хранит какие-то логи например то есть отображение каких-то там значений то есть исполнение нашего кода там и тому подобное давайте ее заведем то есть это будет у нас create table давайте давайте лог и логирование какой-то формации так давайте заведем айдишник для этого лога то есть лога 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 сообщение которое куда-то будет выводить в консоль еще здесь укажем варчар давайте варчар стоя токнул укажу здесь дат создания этого лога так кредит кредит это было создано так это будет у нас есть time отображаться и в какое время и в какую дату соответственно все прорасту от дефолт и здесь скажем что и полтом значение нас будет карантин и по дефолту у нас будет кредит он какую дату было произведено кредит он ты будь у нас дэйд тебе данный дэйд получим вручную не будем передавать лагерин там с какой-то функции то есть получать здесь укажем каран дэйд функцию то есть она нам вернет результат как результат сегодняшней даты так давайте патручку создадим туда сделать сделать сделан то есть будет insert into значение сорт intelog и здесь будет у нас месседж так месседж дадим здесь какое-то значение так помимо у нас на пол и здесь здесь значение а вот дэйд да и там то им так тестировали наш так давайте добавим то есть это будет лог сохранение логов в нашу таблицу то есть журналирование каких-то шагов которые мы исполняем так создали добавили значение сюда так и теперь давайте значение этих логов то есть понятно что там у нас будет так или то что здесь мы ожидаем увидеть с текущей даты и текущей время так как это будет просто таблица лог исполнит кори вот ожидали но понятность что здесь отсчет времени идется нулевом меридиан опять же как мы сказали то есть мазать наш лог создание и не время времени создания давайте продолжим дальше так это было карантин кармаде тайм и давайте посмотрим наш корр стэмс так как стэмс это отметка времени соответственно давайте здесь тоже то есть здесь тоже можно указать прессируем то есть это точность с которой у нас отображается стоит на время все эти тоже так это кредит и так давайте немножко струкнем от табличку и здесь назначим давайте тоже здесь в один табличку который будет у нас кране и значение каких-то записи наши то есть рекордс давайте тэйбл рекордс пускай у нас будет такого нет так то посмотрим так рекордс рекордс такому табличку у нас нет ну отлично давайте рекордс то есть это какие-то записи у нас там будут храниться так здесь тоже давайте рекорд ней вот давайте да рекорд это директор и на слабо принципе из рекордс давайте мы тогда да это будет ноут такие записи будут у нас здесь создадим так ноут вот идти пишник что сериал премрике здесь будет у нас сообщение так нас какую-то запись то есть соответственно нашего то есть наша записка с каких-то сообщений так это будет у нас партнерство скажем будет в качество это будет на пол там по дефолту по моему там 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 так и с помимо этого давайте применим параметры быть таймзон то есть укажем помимо этого то есть текущий таймзон то есть или число вопрос так давайте то есть пропишем то здесь напишем что кредит это то есть когда была создана эта запись так и в данном случае это будет таймстэмп таймстэмп укажем что здесь with таймзон занят с того пояса так и здесь укажем что так дефолт используем current current time stamp current time stamp так создадим и заинсертим какое-нибудь значение сюда таблицу так insert 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 ставим сюда табличку notes так этот message сообщение так это это будет current timestamp стэмп стэмп метка времени темп так давайте все сделаем давайте сразу select сделаем то есть это будет у нас select select all получим значение from notes наши таблички notes так давайте все это последовательно будет выполнено то есть сначала создается табличка туда включить значение и далее выводим все записи из нашей таблички вот мы получили ну соответственно да у нас здесь не уточняется какая-то таймзона но здесь просто передается то есть значение вот этой то есть указание вот этой таймзоны но допустим указать другой дал там зон так выдал там зон без указания этой зоны так давайте дробную табличку table table notes так удалим точку перезадим заново значение консоль в данном случае у нас вводятся две значения можно было указать табличку здесь и precision ну вообще обошли себе из этого то есть мы должны указать какие-то ограничения то есть например точность отображения наших данных то есть указать здесь например число 2 ну и в данном случае вот мы указали что третьих значений у нас будет перед указанием таймзона часового пояса так продолжим дальше так ну и давайте здесь посмотрим date part соответственно здесь есть как раз таки эта функция у нас предназначена для отображения вот этих значений то есть есть у нас различные то есть поля у этого то есть которые могут передаваться соответственно в эту функцию date part вот поля то есть это ну допустим вот указываются там центры а ну центры там декады соответственно десятилетия то есть года месяцы там часы и так далее то есть вот эпоха может указываться помимо этого то есть и помимо этого то есть у нас может передаваться в эту функцию source то есть то временное выражение с которым будет у нас отвлекаться вот этот интервал то есть времени давайте здесь более практические примеры здесь проиллюстрируем то есть вот работу как раз кейтого механизма так давайте здесь попробуем вызвать эту функцию date part соответственно есть куча различных функций работы с этим со временем соответственно давайте сделаем перерыв и после перерыва продолжим 20 на встречаемся и будем продолжать соответственно я наверное сегодня дам на вам задание то есть типа контрольный контрольный будет у нас такое контрольного отчета грубо говоря там ну или типа экзамена такой своеобразного я вам пришлю задание оно академии шаг ну там как бы есть некие нюансы то есть по-моему SQL сервер ну макрософтский SQL сервер но тем не менее там в принципе они подобны немного по типам данным может быть разница будет вот посмотрите то есть если вопросы будут я свои комментарии дам по этим по заданиям вот ну хотя бы первые пять пунктов нужно сделать если сделаете больше ну то есть это еще лучше будет вот ну и так у нас два занятия по SQL осталось вот на следующем занятии мы еще какие-то темы с вами пройдем ну соответственно вот за вот это первомежуток времени постарайтесь выполнить вот это задание соответственно которое я вам дам и плюс по завершению то есть на последнем занятии давайте ну то есть на крайнем вот в этом блоке SQL мы давайте с вами небольшой опрос по SQL сделаем то есть ну такой грубо говоря подготовки к вашим будущему собеседованию то есть по SQL вот и плюс ну разберем может быть вот эти задания экзаменационные которые будут у вас по SQL то есть тоже запросы попишем там ну от вас уже обратную связь какую-то получу там и так далее то есть там куда-нибудь в чат попишите либо там колосом будете отвечать ну и так далее вот так ну все давайте тогда приступать административная часть такая была так мы с вами остановились на date part ну и давайте посмотрим то есть какие вариации то есть вот этой так вот этой функции реализации функции у нас есть соответственно мы можем ну указать здесь вот отметку времени то есть ну грубо говоря вот этот интервал времени и передать сюда вот эту отметку вот так century соответственно можем указать век date part century и сюда передать что ну то есть это будет грубо говоря ключ и указать что timestamp что timestamp это будет у нас полночная дата так это 11 так ну давайте здесь вот то есть мы определим как раз таки date part то есть частицу времени там или промежуток времени то есть диапазон соответственно сейчас 21 век вот и как раз таки с помощью вот этого ключевого слова century мы определяем что извлекаем то есть из этого source из этого ресурсного соответственно то есть значение из этого стринга ну который соответственно timestamp то есть приобретут timestamp в отметку времени и мы извлекаем то есть получаем информацию что это это кремния у нас относится к 21 веку так ну и то же самое давайте эти филды различные передадим здесь тоже используем эту функцию то есть с указанием то есть различные просто чтобы для иллюстрации чтобы было понятно как это работает так давайте здесь год укажем так мы то же самое давайте вот давайте здесь укажем квартал у нас будет так quarter quarter так далее квартал ну соответственно три месяца так далее укажем здесь манс то есть к какому месяцу у нас относится кремния так ну это таймстемп это отметка времени так и декада это десятилетие так декад и так week все рассмотрим и к и к миллениум миллениум тысячелетие у нас относится так миллениум так к какому-то тысячелетию так миллениум так миллениум дэй давайте дэй 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 еще укажем и посмотрим что он снова что так с вами получили вот первое второе понятно что то есть это 4 4 4 квартал далее это 11 месяц у нас соответственно декада десятилетия так это у нас получается декада еще так далее четвертая неделя третье тысячелетия и первый день месяца соответственно таким образом мы можем давайте продолжим дальше так это была функция date part так давайте продолжим дальше так date rank то есть он возвращает тоже некий time stamp то есть некая метка времени которая у нас будет сокращена до определенного то есть с определенной точностью то есть будет здесь например скажем то есть например ну что-то подобное то есть потому что мы уже рассматривали то есть это типа date part здесь можно указать date rank date rank и то есть здесь например здесь укажем что точность у нас отображение из source нашей строки то есть из той source нашей timestamp то есть отметки времени будет у нас сточки до часа поэтому в этом случае мы так timestamp как так так окажем что timestamp окажем что это будет timestamp и здесь поражу что это будет ну допустим timestamp укажем что здесь у нас будет 20 22 11 месяц 1 месяца так 20 часов минут таким образом так и давайте посмотрим то есть каким у нас будет действовать date то есть он округляет до часов соответственно то есть делает как раз таки такое утечение времени собственно так ну давайте здесь рассмотрим следующую функцию времени так это мы с вами date rank рассмотрели так здесь посмотрим значение так так это будет экстракт функция экстракт у нас извлекает значение поле то есть типа год месяц день и с сом значение вот этой которую мы будем передавать туда то есть сом значение это тут типа вот этого timestamp с указанием вот этого времени давайте здесь попробуем здесь тоже есть эти ограничения типа century day декады эпоха час и так далее в качестве торта у нас может выступать либо timestamp либо интервал то есть тип данных то есть либо timestamp либо интервал если мы сюда допустим в случае если мы передаем сюда date то есть тип данных типа date то у нас они будут все равно date они будут касаться до timestamp соответственно давайте сделать используем этот выбор select как select extract сделаем извлечение так давайте укажем что это указом этот field это поле типа year и будем извлекать из source строки строка у нас будет наша строка давайте скопируем как исходный исходный так timestamp timestamp с нашим временем так ну давайте здесь попробуем у нас извлек 2 ну то же самое можем сделать с квотером с кварталом с месяцем с днем с декабря и так далее так помимо этого можно допустим извлечь day of week тоже интересная функция есть это тоже у нас есть такое поле тоже мы можем еще так extract с помощью то функции extract указать doll все то зарезировано слово и указать timestamp который мы будем извлекать так так ну это второй день недели соответственно то есть второй день недели вот так ну давайте здесь тоже посмотрим посмотрим еще посмотрим другие варианты это давайте тоже сделаем select извлечем какой текущий момент у нас ну то есть вот из этой строки мы извлечем давайте day of year это будет у нас дой то есть это где он будет 305 день год соответственно то же самое мы можем здесь извлечь эпоху это есть еще слово эпох то есть это значит тоже здесь извлечь но также тоже есть различные у нас допустим можем извлечь метку времени ну то есть из этого timestamp получить например day of week в кодировке ISO каким образом это можно сделать давайте тоже посмотрим так это так это у нас будет select и здесь укажем до ISO до ISO до то есть каким образом у нас кодировки и ISO будет отображаться day of week то есть день недели здесь в принципе аналогично в предыдущем случае по умолчанию точно так ну так же можно прикрыть секунд миллисекунды извлекать и другие единицы времени давайте продолжим это функция у нас extract ну и давайте продолжим дальше так помимо этого у нас есть такая функция как local time она у нас возвращает соответственно время начало то есть текущей транзакции соответственно исполнение какого-то query который стоит в начале этой транзакции давайте здесь тоже посмотрим который будет работать ну и здесь тоже можно указать периксировано то есть точность которая будет у нас отображена получение у нас будет указано с точностью до что знак давайте смотрим так это так давайте укажем select и укажем прессируем к этому select так select call date и укажем что вернее local time call time и укажем прессируем скажем скажем что здесь два знака мы здесь давайте мы вспомним от query тут у нас кажется что 17 27 ну это соответственно ну если бы мы выказывали здесь так это прессируем time без указания аргументов то есть в принципе здесь тоже аналогично то есть предыдущего значения вот так давайте продолжим дальше так это что касается local time и давайте здесь посмотрим time давайте посмотрим здесь local time stamp то есть каким образом здесь можно получить какие-то значения то есть вот этой отметки времени соответственно ну то есть такая достаточно распространенная функция которая применяется функция now она соответственно возвращает метку времени с указанием часового пояса давайте здесь пропишем так попишем так получим сначала по умолчению значения так select за функцией now давайте получим значение так то есть full timestamp эффект и указание часового пояса то есть здесь указывается как раз кем время по гримничу так сейчас попробуем соответственно давайте установим время с учетом нашего часового пояса так так set timezone timezone сейчас вот так давайте попробуем если не получится так посмотрим по документации какое там значение может быть нашим уску timezone назначим то есть давайте посмотрим по нашим документации и установим часовой пояс и затем получим а тут какие-то соответственно если какие-то возникают вопросы разгарится достаточно обширная документация много всего вопросов раскрывается то есть будете обращаться к ней достаточно все подробно написано с примерами и с вариантами используем то есть общая так давайте укажем что accept timezone пасгресс пасгресс скажем пасгресс моску московское время корректное ну как корректное время то есть прилип с нашим текущим часовым поясом чтобы отображалось массово результивающих таблицах так обратимся здесь документации но но таблицах и а в с и и и посмотрим так до нашей документации так это ли европам то есть европе указать контент и посмотрим мозг тут есть или нет как например для рима так гром так назначим это таймзон и роб про давайте попробуем для россии для европы москва здесь и роб и роб и роб и Так, ну давайте проучим текущее время. Давайте сделаем select now. Смотрим, что у нас актуальное значение, то есть к часовому поясу по российскому и московскому времени. Ну понятно, если вы находитесь в другом часовом поясе, то есть можно указывать здесь город, то есть указывается континент и город, в котором привязка идет к часовому поясу или к этому значению таймзона. Так, ну давайте, помимо этого, то есть мы можем кастовать здесь значение до timestamp, а также, то есть результат, который вернет нам вот эту функцию now, давайте тоже здесь это попробуем сделать. Так, select, вызываем функцию now и кастуем это значение до timestamp. Так, так, timestamp, скажем таким опсом, клеи. Здесь это, соответственно, по значению уже указано. Тип данных в данном случае в timestamp у нас указывается. Так, ну и помимо этого, мы можем, например, можем получить, то есть, например, мы можем компоновать несколько функций, в данном случае мы можем получить, например, какое-то время, которое будет на час позже, чем наше текущее время. То есть каким образом это мы можем сделать? Так, это мы делаем select, указываем, что здесь вызываем функцию now, указываем интервал времени. Тип данных в интервал, и указываем, что интервал у нас идет в один час. Здесь передаем значение, one hour, он будет считан, скажем, как это время, то есть, ну, соответственно, один час интервалов в один час. И давайте назначим для этого, так, time one line, так, an hour, так, an hour later time, later time, так, время на час позже, так, later time. Так, давайте ее получим. И, соответственно, то есть у нас текущее время где-то 20.35, и здесь время на час позже. В принципе, да, у нас все отработало, то есть уже время у нас московское, часовой поиск, пусть 3 к гривенческому меридиану, GMT, и время, соответственно, у нас установлено на час позже, 27.35. Вот, то есть мы получили с помощью вот такого. Помимо этого, мы здесь можем, например, передавать какой-то интервал времени, не обязательно вот этим задержкой в час, например, задержкой в день. То есть у нас здесь 2 ноября, то есть 2 ноября, с указанием текущего времени, соответственно. Вот, помимо этого, можно, допустим, так, включить нам какие-то значения, то есть тоже получим, например, то есть с задержкой там какую-то отметку времени, с задержкой там час, ну, полтора часа, например, или там 3.5 часа давайте тоже попробуем сделать. Соответственно, это будет select, и, соответственно, это будет, select, так же, передаем сюда now, то есть now достаточно часто, в принципе, используется так, поэтому все же не заострите внимание. Итак, интервал, и здесь указан, указан интервал, это у нас 3 часа, hours, у нас этот string преобразуется в timestamp, и 30 минут, так, и 30 минут. так, и здесь это будет у нас называться автор, так, 3 hours, и 3 hours, тут же вспомним здесь, и в этом случае вот у нас получается, отметка времени, отметка времени, то есть 3 часа, 3.5 часа назад, соответственно, соответствующее значение, 20 минус 3, 17, 07, соответственно, ну, и давайте продолжим дальше. так, помимо этого, так, то есть, что нужно еще для себя отметить, то есть у нас функция now, то есть она у нас связана, ну, то есть она у нас возвращает время начала, то есть транзакции, то есть нужно для себя это отметить, то есть, соответственно, у нас несколько, грубо говоря, это текущий снимок вот этого времени, текущий, соответственно, у нас, текущий там timestamp возвращает, вот, то есть в этом случае, соответственно, вот эти значения timestamp, то есть вызова вот этой функции, они будут одинаковы внутри этой транзакции, соответственно, ну, то есть у нас этот замер времени, грубо говоря, происходит, один на всю транзакцию, то есть, ну, что у нас каких-то, сырых значений не было считано в рамках исполнения этой транзакции, то есть это, ну, такой важный, важный концепт, давайте попробуем его, так, давайте попробуем его рассмотреть, так, давайте здесь заведем транзакцию, соответственно, то есть с помощью ключевого слова begin, запустим транзакцию, замерим здесь, здесь сделан замер времени, затем сделаем, ну, небольшое, соответственно, замедление работы нашего, нашего, нашего пиджи, ну, то есть, нашего пасгресса, соответственно, нашей субботы, ну, типа тайм-аут, назначим, типа слипа, есть специальная функция, пиджи-слип, то есть укажем, что здесь будет у нас какой-нибудь интервал времени, укажем, то есть, на который нас заснет, то есть, грубо говоря, исполнение, то есть запрос вот этот, и затем вызовем еще раз функцию отображения текущего времени, ну, и посмотрим, то есть, и далее закоммитим на эту нашу транзакцию, ну, и посмотрим, каким образом у нас будет это все отработано. Вот этиенты, так, заведем транзакция, begin, так, здесь замерим, то есть это, так, сделаем select, вызов, так, select, а, начинаем транзакцию, делаем select, получаем вот этот наш, текущее значение на нашем local христе, то есть, в данном случае, вот здесь data source, вот так, то есть, на нашем local христе, наше текущее время, так, текущее время у нас получается 20.41, то есть, у нас началась транзакция, но мы ее еще не закоммитили или не сделали rollback. Далее, давайте сделаем вызов функции pg-slip, то есть, усыпем работу нашу, нашу subd, то есть, pg-slip, это внутренняя тоже здесь функция такая у нас есть, так, pg-slip, давайте здесь укажем, здесь значение 3 у нас будет, это тоже здесь, и у нас какое-то ограничение, так, далее, усыпили, и далее опять вызываем этот select now, так, так, тут, так, select now, и сделаем, давайте-ка мы, давайте-ка мы, давайте-ка мы, заново это сделаем, так, ну, давайте, да, закоммитим, и потом, так, и далее коммитим наши изменения, коммичуем, select, и закоммитим наши изменения, так, и давайте здесь, делаем немножко по-другому, вот так, нет, вспомним вот это, будет у нас начало транзакции нашей, запомним метку нашего времени, внутри этой транзакции, далее усыпим наш поток этот, так, pg-slip, и затем, запустим опять, замерить этого времени, так, тут у нас получается, pg-slip, так, так, сделаем замер, так, 20.43.02, запомним это время, так, делаем pg-slip, здесь, чтобы, соответственно, у нас был какой-то, 3 секунды запас, так, 20.43.02, так, позвоним commit, так, и, трансакцию, давайте еще раз, так, 20.43.02, 45, 20.45, 20.45, вот, обратите внимание, то есть, у нас прошло 3 секунды, но, тем не менее, так же, как у нас было 20.43.45, то есть, при вывозе, 1578 строчке у нас now, изменение вот этих значений на 3 секунды не прибавилось, то есть, у нас должно было, фактически, если бы мы это исполняли не в рамках транзакции, то у нас это значение было бы уже 48, то есть, поэтому нужно понимать, что now у нас, если функция now у нас вызывается в рамках транзакции, то она возвращает, то есть, на каждом ее вызове возвращает то значение, которое было замерено в начале исполнения транзакции. Далее закомичиваем эти изменения, понятно, то есть, если мы отдельно вызовем эту функцию, то есть, если не в рамках транзакции, то она нам возвращает это уже увеличенное значение, то есть, так как мы здесь вот с помощью ключевого слова begin эту транзакцию не инициировали. Это работает таким образом. Так, помимо этого, то есть, если мы, допустим, хотим получить какую-то local day time какой-то, то есть, которые, например, у нас будут смещаться во время транзакции, мы можем использовать тоже специальную функцию time of day, то есть, давайте здесь тоже попробуем использовать. здесь тоже time of day будет привязан к текущему времени, то есть, без привязки к началу транзакции time of day. Давайте замерим этот time of day. так, select time of day. так, ну, также давайте здесь pg-sleep, так, вызовем здесь select pg-sleep, clip, такая, инстрирующая, можно сказать, функция, так, и далее делаем select time of day, опять же, смотрим, как он работает там, time of day, замерим это время, так, и далее закоммитим изменения, то есть, commit, делаем commit изменения, так, запускаем нашу транзакцию, делаем begin, замеряем время, так, время у нас 47.40, вот здесь отмечено, так, 47.40 по Москве, делаем здесь в рамках нашей транзакции, вызупляем поток, 5 секунд, здесь у нас таймер, таймер здесь отрабатывает, так, давайте замеряем time of day, в данном случае, вот у нас эти значения изменились уже на 5 секунд, даже больше, закоммичиваем эту нашу транзакцию, нашу коммита, так, ну и все, то есть, есть такая альтернатива on now, как time of day, ну и давайте здесь, например, скажем, вот эту функцию now, в качестве значения по умолчанию, то есть, давайте здесь тоже создадим, какую-нибудь, табличку, и на ней тоже потренируемся, это будет у нас create table posts, то есть, это будут какие-то посты, какие-то статьи у нас в соцсети, так, здесь давайте укажем, там, айдишник этого поста, так, это будет serial, serial prime реки, prime реки, далее укажем название этой его поста, это будет у нас varchar 100, так, мы передадим, понятно, ну и по дефолту, то есть, ненуловое значение у нас будет из поля created, created add, created add, и здесь будет у нас timestamps, давайте тип данных, у нас здесь будет, так, отметка времени, и по дефолту установим значение, как значение, возвращаемое функцией now, то есть, ее можно использовать, как раз таки, вот когда, то есть, достаточно часто можно сказать, что, допустим, вы помещаете, ну, то есть, допустим, постите какой-то пост, там, или помещаете какую-нибудь информацию в вашу таблицу, и вы можете, как раз таки, вот эту отметку времени, то есть, когда создана эта запись, допустим, ну, или там, запись какой-то учете ваших сотрудников, там, допустим, ваш HR, какие-то изменения, запись о поступлении на работу там об увольнении о переводе соответственно эти все данные можно отображать с той меткой времени которые который был сделан тайная запись давайте все сделаем и ты был даем табличку и давайте добавим здесь какой-нибудь так добавим какие-то сюда на на и insert и это это так это так нашу табличку поздравим и здесь соответственно скажем что давайте здесь добавим тайтл тайтл название то есть это поста так здесь пускай у нас будет демо тема на у пылью плюс и название этого поста так прямо вылезли манал так и давайте что истин наш делаем select по нашей табличке так и select по нашей табличке пост очевидно что у нас будет там метка времени так как сектор сам пост очевидно что будет у нас добавлен метка времени сегодняшней даты дали то есть здесь я тайтл у нас и дыма нау и отображение как раз таки наше время с часовым поясом как раз здесь у нас представлен так так и не так это так как мы давайте посмотрим функции образование соответственно к преобразованию стрингов стрингов в дату давайте посмотрим здесь каким образом сделать то есть мы каким образом все можно сделать то есть мы есть специальная функция today который преобразовывать наше строковое представление в нашем наш source source соответственно ресурс преобразовывать при определен по определенным шаблоном в какую-то отображение нашего времени так давайте это все попробуем то есть в качестве первого параметра эту методу мы указываем какой-то строковый литерал в качестве второго указываем шаблон но мы в принципе знакомы то есть те же printf и так далее то есть как он шаблона здесь что-то подобное то есть но с учетом того что мы работаем даты давайте тоже попробуем также но все функции мы вызываем через ключевое слово select здесь today today так ну так как здесь не чувствительно к регистру то есть либо большой либо с маленькой буквы начинать вот сами эти функции мы давайте преобразуем к сегодняшнюю дату так укажем что это будет у нас пробую какое-то представление то есть это исходная наша строка из которой мы будем то есть парсить нашу дату так это будет 20 22 так это будет так 11 месяц и мой первый первый день так и далее указываем шаблон по которым мы будем купить данные указываем так это ер то есть первое значение это у нас год соответственно будет дали указан что 20 числа это будет нас месяц и еще два последующих числа это будет нас дата так ну и давайте здесь туда это посмотрим таки вот эту конвентацию наш на штейт вот обратить внимание то есть здесь на выходе получаем этот на функцию вот этот то дэйт мы получаем вот такое шаблонизированное значение которое мы спортили вот из этой строки 20 22 1101 то есть мы можно передавать на какие значения и у нас будет преобразоваться то есть мы можем здесь какую-то внутреннюю логику написать как при преобраза но то есть мы помещаем какую строку форматированную то есть под определенный формат и далее через шаблон она будет у нас матиться вот наш дэйт то есть сходить конвертации данном случае так давайте посмотрим дальше так есть различные то есть обозначения то есть вот этих паттернов есть шаблонов которые мы можем допустим с помощью которых мы можем создать как раз таки вот эти обозначения то есть есть вот эти обозначения с помощью года указания года мы можем отделять вот эти тысячную часть этого года то есть ну так как у нас 22 то есть 2022 год то есть 2000 отделять через запятую ну как вот на запятую то есть ставится после тысячи чтобы вот эти дробную часть то есть вот эти сотни там десятки единиц отсоединять то есть мы можем также допустим и форматировать и наш например год помимо этого мы можем допустим обозначать год ну одной там двумя тремя цифрами зависит от того какой год вот помимо этого мы можем указывать ну то есть допустим отображать этот год кодировки и со в этом случае мы указан перед годом то есть передает вот бай указан здесь чё такой символ это означает что мы кодировки из риса вот поэмы помимо этого здесь есть обозначение эры то есть это бисе и иди и бисе то есть но бисе и фокрайст то есть до жительства христова после ну то есть наши эры то есть мы можем обозначать все значим то есть помимо этого есть можем обозначать какие-то то есть шаблоны с помощью манф ман сокращенно мм адей и двойного диетом также если и со мы применяем то ставим айп переди вот ну то есть формат может то есть различным образом отображаться соответственно ну давайте здесь тоже это попробовать тоже делаем этот так преобразование в тудейт возьмем строку и преобразованию и данный дэйт все на этой строке понятно то есть если мы какие-то допустим числовые значения то есть или там трога значения которые в котором есть настолько отображение какой-то числового литерала то есть понятно мы можем допустим сказать каким-то образом до интеджер там до дабл ну то есть да вернее до до номер как он там и так далее но в этом случае мы допустим то есть здесь тоже передается какой-то числовой строка мы можем таким образом преобразовать шаблоны то есть преобразовать дэйт так давайте тоже сделаем здесь укажем давайте так нашу текущую дату так это будет у нас 01 новомбр 1 ноября так и 2022 года и укажем здесь шаблон по которым будет у нас происходить вот это парсинг то есть эти строки так это будет у нас укажем что здесь у нас будет dd то есть это будет у нас это будет наша дата далее укажем мант мант у нас вот таким образом познать что здесь идет у нас наш месяц то есть ну тоже соответствующее обозначение то есть это месяца то есть по трем заглавным по трем первым буквам то есть по указанию первый бук у нас идет заглавный и дальше срочной буквы и и год он указан у нас четырьмя цифрами мы его поэтому обозначаем таким образом то есть у нас обозначаются цифры но если в строке у нас в литерале срочно представлены цифры то мы обозначаем заглавными буквами и в нашем шаблоне соответственно давайте попробуем это тоже преобразовать на выходе мы получаем то же самое это 1 ноября 2022 года давайте здесь еще только попробуем помимо этого мы можем допустим менять каким-то образом расположение этих значений давайте здесь попробуем это все обозначить так ну давайте здесь поменяем местами год и число то есть но из нашей исходной строки так давайте здесь поменяем что здесь у нас будет 22 и здесь напишем что здесь у нас будет первое число ну и соответственно тоже это шаблон мы давайте тоже отправим то есть здесь у нас будет yyy так это будет четыре цифры то есть соответствующим нашему коду и здесь указан тэйт тэйт первое допустим чем то же самое и помимо этого стоит учесть что так есть соответственно какие то некорректные значения будем указывать то есть если то есть мы знаем что у нас эти шаблоны задаются через пробел то есть если мы допустим укажем это число каким-то образом как-то некорректно то есть например используем то дэйт дэйт и давайте передадим наше строковое представление например через флэш укажем что у нас сегодня допустим так также допустим первое 011 1 11 так и укажем шаблон следующим образом такой вот месяц дэй дэй и давайте давайте вызовем эту функцию посмотрим что у нас получится в принципе здесь у нас отобразилась корректно ну если допустим на предыдущих версиях в адресе возможно были ошибки то есть когда у нас допустим допустим эти значения могли допустим не испортиться по данным шаблонам то есть это тоже был такой наблюдатель но на данной версии принципе все корректно отработали давайте продолжим дальше рассмотрим другие и временные функции функции давайте у нас будет тут им стэмп аналогично то дэйт тоже будет преобразование к метке времени соответственно так давайте ну здесь тоже есть у нас форматор то есть здесь мы можем соответственно указать также год месяц там и так далее то есть здесь проектование то есть только у нас будет до метки времени так давайте здесь укажем здесь помимо даты мы соответственно можем передавать и занятого товарного времени так где давайте тоже применим то есть select to time stamp to time stamp если дадим текущую дату так 22 так же 11 у нас 0 1 и укажем здесь на текущее время так 21 0 2 так 21 0 2 следующим образом так 21 0 2 давайте так 0 2 опускаем у нас текут будет указывать таким образом так и в качестве второго аргумента передаем шаблон по которому у нас будет партизация строка так y далее указываем месяц так день далее указываем часы часы минуты и секунды все минуты и секунду давайте допустим эту функцию и посмотрим что так так 12 часовой да тогда давайте покажу здесь 9 и мпм то есть по таком значение там конскому можно сказать так в данном случае у нас корректно отобразился 902 так давайте посмотрим другие примеры то есть давайте здесь тоже делаем timestamp укажем допустим код и месяц например нашего и наш текущий месяц соответственно тоже делаем select укажем шаблон который будет соответствовать у нас этому преобразованию укажем здесь timestamp как timestamp укажем здесь исходную строку будет у нас 2022 и здесь укажем November и далее укажем шаблон который будет преобразовывать и давайте даже ну здесь вот кстати да давайте посмотрим один пример то есть здесь вот можно указать вот таким образом пробелы и указать шаблон точно в данном случае если мы то есть также можно использовать здесь префикс function для преобразования вот этих значений ну давайте пока без functions в этом случае у нас обратился корректно то есть это помимо этого если бы мы допустим указали то есть в случае если мы указываем этот шаблон следующим образом то есть год и месяц у нас вот эти пробелы игнорируются и в этом случае у нас корректно отображается это все дело но если допустим мы не планируем найти пробелы игнорировать то есть можно поставить префикс function сюда то есть function год и попробуйте вывести значение этого timestamp в этом случае неверное значение мант то есть вот это значение пробелами то есть оно не является некорректным то есть шаблон так ну и давайте здесь если соответственно то есть мы здесь некорректное значение укажем то есть если укажем 29 часов то понятно что у нас так как тут отчет времени у нас 12 часов идет то производит некорректное преобразование этого времени ну и давайте все помимо этого можно допустим то есть мы здесь в этом случае использовали полную форму этого метода to timestamp ну то есть ип полное значение этого шаблона но помимо этого мы можем попросить сделать следующим образом также используйте этот этот вернее эту функцию to timestamp передать строку из которой мы будем получать значение то есть здесь можно например указать ну вообще в кратичном порядке то есть указать что здесь будет 11 месяц у нас 01 и 22 год так и указать текущее время это будет у нас 21 7 момент и давайте серина 7 и укажем шаблон потом будет у нас партия строка так это будет у нас укажем что первым будет идти месяц укажем что day year и укажем часы и минуты так и давайте попробуем сделать эту функцию и получится так 21 ну да давайте покажу 9 12 формат времени то есть ошибки у нас все корректно отработало и было отобразовано так как корректно отображается date то есть у нас на выходе вернулся как раз таки вот timestamp в данном случае то есть метка времени то есть с указанием корректно как того жаблона то есть который у нас разрезервирован за типом данным timestamp здесь отобразился год месяц число и далее далее время и соответственно вернулся в таймзон или часовый поиск нашел отображаемое время так ну и давайте продолжим дальше как то касалось сетях и даты так ну и давайте здесь посмотрим теперь тоже рассмотрим функции строковую так называемую строковую функцию посмотрим что мы можем сделать со строками то есть в рамках нашего подгресса то есть так каким операциям можем совершать все рассмотрим так здесь есть такие операции как оси то есть он нас преобразовывает соответственно возвращает кодовое значение оси символа то есть вот этот то есть преобразовывает из утф8 то есть возвращает нам оси код этого символа кодировки утф8 помимо этого здесь у нас есть функция char она у нас конвертирует то есть этот наш код оси код какой-то символ или в код либо юникод ну то есть код в кодировке юникод соответственно то есть с указанием для соответствующего значения символа утф8 вот помимо этого здесь есть такая здесь можно осуществлять конкат строк она у нас двумя прямыми чертами соответственно обозначается в нашем скил то есть вот помимо этого мы можем применять здесь функцию конкат конкат в этой в этом случае указать те строки которые будут Fighter и помимо этого мы можем, допустим, здесь вызвать функцию concat ws, в этом случае мы можем, допустим, передать туда какой-то разделитель или такой сепаратор, соответственно, и указать те строки, которые будут у нас делиться, то есть это, грубо говоря, наш телеметр там или сепаратор будет. Вот помимо этого здесь у нас есть функция формат, но это что-то подобное, шаблон тоже, типа printf, то есть в java, то есть, соответственно, мы там тоже можем создать шаблон, указать через %s, например, что у нас будет там вводиться какая-то строка, и подставить уже в этот шаблон какое-то конкретное значение нашей строки. Далее есть у нас, можем, допустим, конвертировать наши слова, то есть заглавные буквы, соответственно, в наш uppercase, тоже таким образом можно сделать. Помимо этого можем вернуть, то есть есть здесь функция left, то есть она возвращает первые символы, соответственно, в нашем, из нашей исходной строке, функция land, lower, ну, то есть лишний регистр в lowercase у нас переводит, далее lstream, то есть он у нас, соответственно, удаляет, ну, то есть определенный символ, соответственно, далее есть у нас функция position, то есть она у нас возвращает позицию того или иного чара, там в какой-то выборке или в какой-то строке. Вот есть функция replace, ну, reverse, то есть это все repeat, но это все функции, то есть подобные строчные функции, которые у нас, ну, можно сказать, дублируют те функции, которые у нас были в рамках Java рассмотрены. Помимо этого здесь есть у нас функция splitpart, то есть разделение с помощью делиметра на части, соответственно, нашей исходной строки, substring, который под строку нам возвращает trim, который у нас обрезается, соответственно, нашу строку, ну, если у нас в начале и в конце стоят какие-то пробелы, мы можем с помощью функции trim ее обрезать под строку и вернуть какие-то значащие символы, то есть без пробелов. Я использую уже каким-то образом в нашем Java-приложении, если у нас используется там gdbc, хибернейт там и так далее. Так, ну, то есть, как правило, в Java-приложении у нас, то есть это и backend-приложения, они, соответственно, у нас общаются с нашей базы данных через какие-то различные технологии, ну, то есть, gdbc, либо через обертки этого gdbc. Вот, ну, и помимо этого, здесь у нас функция upper, то есть, которая преобразовывает нашу строку в upper case. Так, ну, давайте здесь рассмотрим функцию оси, она у нас возвращает значение кода какого-то символа, то есть в кодировке оси, то есть в случае, если у нас этот чар у нас в кодировке ETF8, то есть функция у нас возвращает какое-то значение, то есть кодовое значение в Unicode, то есть для этого символа. Ну, давайте здесь какой-нибудь рассмотрим пример, как это можно использовать. Так, ну, давайте здесь вызовем эту функцию, удовольствием, это будет select, и сюда передадим, давайте, передадим какой-то чар, чар, чар-эй, заглавное, так, чар-эй, ну, давайте здесь два, то есть заглавное и строчная буква. в кассе, в кассе, и здесь срочная буква. Давайте здесь вызовем эту функцию. select, это, соответственно, у нас возвращает код 65-й и 11-й, то есть для этих значений. Так, ну, помимо этого, можно здесь какие-то другие символы, то есть, например, так, знак доллара, например, давайте здесь вернем. Так, символ у нас будет. Ну, давайте посмотрим, здесь, по сути, вернется у нас код этого символа. 36-й, соответственно, код у нас. В принципе, думаю, ничего сложного нет. Ну, соответственно, чтобы... Так, давайте здесь рассмотрим тоже пример применения функции char. Это тоже у нас строчная, строчная функция, она нас возвращает код. Также возвращает этот код. Давайте рассмотрим ее тоже. То есть, она у нас преобразует тот или иной код в кодировке оси, то есть, в символ или кодовую точку в Unicode. То есть, что же такое дело? Преобразование. Так, 36-й у нас символ был. Давайте здесь посмотрим, так. И давайте укажем. Так, select char. Так, здесь передадим, так, 36. Передадим оси. И здесь получим... Вот она нам вернула, соответственно, этот символ. То есть, это у нас будет, в том случае, знак доллара. Если покорить у нас эта трансформация обратная, то произошло. Так, ну, здесь тоже, например, давайте какой-нибудь здесь сложный символ тоже вернем. Так, сделаем select, select char, и получим вот эту символ, либо вот эту символу. Так, давайте, это будет у нас 137 символов, так, и мы тоже получим обратную конвертацию. Символ омега, соответственно, греческая буква. Давайте продолжим дальше. Так, следующее, давайте посмотрим, как нашу функцию concat, которая у нас производит. Так, concat. Так, которая у нас конкотенирует в несколько строк. То есть, мы знаем, что мы можем, допустим, конкотенировать в несколько строк с помощью символа двух параллельных линий. То есть, это, как-то там, степь, там. Так, hello world. Так, java давайте. java, то есть, мы можем, ну, здесь давайте, это будет result string. То есть, это у нас результат строка будет. Тут alice, то есть, этой строки, этой колонки. Давайте мы ее получим. То есть, так, да, я тут, давайте еще пробел. Вот так, что забываем его. Получить вот result string. Так, помимо этого, мы можем применять эту функцию. Конкат. Таким образом, то есть, это select. Он аналогичный. То есть, здесь выполняет у нас concat. Конкат. И давайте здесь передадим несколько значений. Это будет у нас тоже hello. Получит то же самое. Фактически на выходе. Так, hello. Здесь у нас и top java. Таким образом, так, и top java. Так, и result string. На выходе. Дерещу эту строку. Видимся, что у нас возвращает то же самое. Да, это low, top java, соответственно. То есть, это строка. То есть, они, в принципе, ну, синтекс сейчас отличается, но на выходе мы получаем те же самые значения. Помимо этого, мы можем, например, к... Здесь тоже, вот, можно, допустим... Так, давайте посмотрим. По-моему, workers. Таблица workers. Так, давайте посмотрим. Так, таблица workers. Там у нас было... Так, worker name. Worker last name. Допустим, мы хотим на выходе получить какое-то значение. То есть, с помощью... Ну, то есть, имени и фамилии того или иного работника. Мы можем как раз применить функцию concat и вывести это на экран. Давайте вот это мы доделаем. И на следующем занятии продолжим этот отбор. Так, делаем select. Так, select. Делаем concat с помощью... То есть, делаем concat на свой срок. С помощью функции concat. Указываем, например, так это у нас workers. Так, указываем наше значение worker name. Сделаем concat на свой срок. То есть, указываем... И получим... Так, concat... Да, то есть, мы не используем это. Так, разделяем пробелом. И второй у нас будет... Так, worker last name. Так, значение worker last name. Делаем select здесь из нашей таблицы workers. с нашими работниками. Так, предприятия. Так, и... Это будет у нас, например, значение. Давайте здесь... Давайте с помощью ключевого слова s укажем, что это у нас будет... Ну, то есть, это то же самое, если бы мы не указывали соответственно это значение. Ну, здесь укажем это alias, то есть, или это псевдоним. Это будет у нас название этого псевдонима. full name. Full name. Full name. Зажим, что не full name. Так. Давайте попробуем. Это наш... Давайте так... Делаем... Добрать внимание, у нас на выходе получается полный имя нашего работника с именем и фамилией. То есть, у нас как раз таки с помощью вот этой конкотенации и фамилии. Так. Ну, на сегодня, думаю, все. Я скину тогда сегодня задание. Вот есть вопросы. То есть, задавайте. Если что там, я тоже комментарии какие-то оставлю. То есть, если что-то такое вспомню, то сейчас оставлю комментарию. Так. Давайте на сегодня тогда прощаться. Если вопросов нет, то всего доброго. Хорошего вечера. Всем пока.